МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа Республика в студии Алексей Андреев. Михаил Игнатьев встретился с представителями региональных отделений непарламентских политических партий, представленных в Чувашской Республике. Обсудили вопросы, которые на слуху у всех жителей Республики. Капитальный ремонт, благоустройство дворов и дворовых территорий, а также планы и задачи на ближайшее будущее. Затронули и тему предстоящих выборов главы Чувашской Республики. Михаил Игнатьев призвал присутствующих к открытому и честному диалогу. У вас по сравнению с фракциями, которые представлены в государственном союзе Чувашской Республики, и, может быть, меньше возможностей для того, чтобы выражать свои мнения. В этом мы у вас будем оказывать содействие. Поэтому и наша встреча о том, как нам в дальнейшем конструктивно, корректно выстраивать наши отношения. Михаил Игнатьев ответил на все вопросы ее участников. Обсудили деятельность отделений партии в Чувашии пути улучшения их работы. В частности, поступило предложение ввести должность уполномоченного по правам пенсионеров. Правда, в этом вопросе мнения представителей партии разошлись. Михаил Игнатьев подчеркнул, что органы власти открыты для эффективного взаимодействия с политическими партиями, желающими стабильности в республике. Встреча была в доброжелательной такой атмосфере. Но это не первая встреча, значит, он где-то раз в год встречается. Это, я считаю, правильно, потому что с парламентскими партиями, партиями, которые представлены в госсовете, он регулярно встречается, имеет общение. И у депутатов есть возможность, и у представителей партии есть возможность довести какие-то проблемные моменты до главы. А непарламентские партии, они тоже объединяют большой, довольно значительный круг людей, которые тоже сталкиваются проблемами. И часто бывает, что вот через вот эту среднюю прослойку муниципальной власти, да, невозможно пробиться, достучаться до органов власти и решить проблему. А здесь прямое общение, оно такое, в принципе, в формате обсуждения. То есть, один представитель задает вопросы, другой включается в обсуждение. И очень полезно. Юлия Важенина, Сергей Рябчиков, Республика. Подготовку к проведению 8-го Чебоксарского экономического форума региона «Новые источники роста экономики» обсудили на совещании у временно исполняющего обязанности главы Чувашии Михаила Игнатьева. В повестке дня были и другие вопросы. 8-й Чебоксарский экономический форум пройдет 23 и 24 июня. В нем уже зарегистрировались 600 человек. В их числе представители 19 российских регионов, а также Беларуси, Турции, Италии, Испании, Израиля и других государств. Пленарное заседание пройдет 23 июня в многофункциональном зале театра оперы и балета. В первую половину здесь состоится дискуссия между органами власти и руководителем финансовых, промышленных, общественных структур, как Российской Федерации, так и зарубежных партнеров. Основные акценты будут сделаны на новых возможностях промышленности за счет модернизации. Действие механизма стимулирования предпринимательства, развитие высокотехнологичных производств. Еще одно мероприятие, которое требует особой подготовки – командный чемпионат Европы по легкой атлетике. Торжественная церемония открытия состоится 19 июня, 20 и 21, собственно, старты. По словам министра физкультуры и спорта Сергея Мельникова, международным соревнованиям все готово. Уже приехали эксперты, технические делегаты и телевизионная группа. Решены вопросы с обеспечением безопасности гостей. Проверили основное и разминочное поле стадиона. В кассах города продаются билеты для зрителей. К другим темам полевые работы вступили в новую стадию. В этом году идет заготовка кормов. Михаил Игнатьев отметил, что в этом году на поддержку сельхозтоваропроизводителей и всех форм собственности поделяется 2,7 млрд рублей. Несмотря на сложные экономические условия, сумма господдержки не только снизилась, но и увеличилась на 11%. На совещании также рассмотрели вопросы, связанные с застройкой микрорайона Кувшинка. Глава администрации города Чебоксара Алексей Ладыков сообщил, что в соответствии с пожеланиями владельцев незаконно возведенных домов достигнуты договоренности с застройщиком о предоставлении разнозначных по площади квартир в строящихся многоквартирных домах. Делегация Чувашской республики вернулась из Калининграда. На встрече с членами правительства области обсуждалось соглашение о сотрудничестве между нашими регионами. Документ находится в разработке, и каждая из сторон внесла свои предложения. Калининградская область – уникальный субъект Российской Федерации, не имеющий сухопутных границ ни с одним регионом. Морское сообщение позволяет считать область полуанклавом. С 1991 года это открытая, а затем и особая экономическая зона. Именно эти возможности предлагает производителям из Чувашия Калининградское правительство. У обеих сторон есть и другие интересы. Меня, во-первых, очень заинтересовала программа переселения соотечественников, которая успешно реализовывается в Калининградской области. Порядка 4-5 тысяч человек переселяется ежегодно. Плюс Чувашия всегда с строительством жилья, и мы всегда входили в десятку регионов Российской Федерации на душу населения. Я приятно удивился, что Калининградская область в прошлом году была вторая, я так понимаю, после Московской области, по строительству жилья на одного жителя. Я считаю, что это успех для региона, это значит привлекательность с точки зрения жителей Российской Федерации. Может быть, кто-то здесь было сказано, что из-за границы переезжают жить в Калининградскую область. Хотелось бы перенять этот опыт. Сфер для взаимодействия и взаимного интереса у нас и предостаточно. Это и сельскохозяйственное производство. В Чувашии один из наиболее высоких показателей производства и хозяйственной продукции на один гектар земли. В общем, нам тоже не грех поучиться. И туризм, организация круизов. Я думаю, нашим компаниям, наверное, было бы неплохо организовать некий инфотур и посмотреть, как это происходит, с тем, чтобы уже эту компетенцию перенять, использовать ее здесь. Цементирующим моментом, по мнению Михаила Плюхина, станет ракетный катер «Чувашия», для службы на котором теперь будут специально подбирать новобранцев. Елена Гальперина, Андрей Шоклев, Республика. В Чувашии находятся священные мусульманские реликвии. Сегодня и завтра их можно будет увидеть в Центральной соборной мечети имени трех сподвижников в селе Шигардан. Накануне реликвию встречали в Чебоксарском аэропорту. Волосы головы посланника Аллаха, элементы одежды и другие ценные исламские реликвии. Сегодня по договоренности между духовными управлениями мусульман Дагестана и Чувашии доставили самолетом в Чебоксары. Оттуда они прямиком отправились в село Шигардан Батаревского района. В связи с тем, что у нас месяц Рамазан, 18 числа начинается, очень большое событие. Вы прекрасно знаете для народа показать это, нашего пророка, вещи его пророка. Мусульмане, которые посетят в эти дни село Шигардан, смогут увидеть реликвии, в том числе и те, которые пока еще нигде не выставлялись, послушать проповеди. В селе ожидают много гостей из соседних регионов. Для организации мероприятия создана специальная рабочая группа, которая займется размещением посетителей, организацией посещения выставки. Современные мальчики, так же, как их когда-то отцы, деды и прадеды, с удовольствием играют в военно-спортивные игры. Азартные, захватывающие они не только позволяют проявить ловкость и смелость, и нахочевость эти игры учат и справедливости. Защите своих интересов, патриотизму и любви к родной земле. Вдоволь наиграться в военные игры и пройти курс молодого бойца можно в специальном лагере. В один из них отправилась в гости и наша съемочная группа. Эти люди не понаслышке знают, что такое наряд, стрелковое оружие, огневая подготовка. А все потому, что они ровно на пять дней окунулись в настоящую армейскую жизнь. Курсанты живут в палатках, заступают в наряды, выполняют физические упражнения, занимаются рукопашным боем, строевой и огневой подготовкой. В этот лагерь я попал по собственному желанию. Мне нравится такая обстановка, все интересно, хочу в военную чилищу поступить. С парашютом сегодня прыгнул, тоже интересно. У Артема Федорова и дед, и отец служили на войне. Вот и он мечтает пойти по стопам своих родителей. Этот лагерь нужен для того, чтобы воспитать военно-патриотическую личность в каждом из нас. Больше всего мне по душе, то, что мы здесь начинаем день с физической нагрузки, сразу бегаем, сразу кросс, потом на тренажерах занимаемся. После этого всего маршировка, завтрак. После этого у нас есть свободное время, мы можем позвонить родителям, они могут узнать о нас все, что им нужно. В принципе, здесь все мне нравится, все хорошо. Есть здесь и ответственные за настроение, и общую атмосферу. Отец Зоцик всегда готов выслушать курсантов, помочь им советам. Перед прыжками в первую смену испортилась погода, и многие спрашивали, как быть. Привели мы с ними молебен, все три взвода. Выстроились на молебен, и буквально через 15 минут после их молитвы успели они только пополнить и чай попить. Сразу же наладилась погода, и дали команду первый борт строиться. Вера в Бога, она очень плотно, на самом деле, связана с нашей жизнью, и, конечно же, особым образом связана с воинским делом. Все наши полководцы, Александр Васильевич Суворов, Федор Ушаков, были глубоко верующими людьми, не проиграли ни одной битвы. Организовали такой спортивный лагерь администрация столицы совместно с управлением образования. Вот уже второй год подряд учащиеся десятых классов проходят курс молодого бойца. Все как в армии. Прохождение сборов – хорошая подготовка к призыву в ряды вооруженных сил. В прошлом году за летний период у нас прошло порядка 150 школьников. Было несколько палаток всего. В этом году мы решили усилить, поставить душевые кабины, поставили еще три большие палатки вместимостью 40 человек, сделали две большие столовые, сделали полный формат для того, чтобы было удобно и, самое главное, правильно обучаться. Веревочная полоса, канатные переправы, водные преграды, тир и многое другое – все это в планах у организаторов лагеря. Возможно, клуб станет круглогодичным. Юлия Важенина, Александр Петров, Республика. Завтра на площадке фестивального парка в Самарской области откроется молодежный форум Приволжского федерального округа и Волга-2015. В нем примут участие более двух тысяч молодых людей из всех регионов ПФО и Аргентины, Германии и Швейцарии. В этом году от Чувашии на форум Иволга отправляются 88 человек. Все они будут участвовать в девяти сменах по стратегическим направлениям государственной молодежной политики. Инновации и техническое творчество, ты предприниматель, медиаволна, политика, спортивная молодежь, здоровая нация и другие. Впервые планируется смена «Патриот». В рамках молодежного форума состоится защита авторских проектов. Идеи участников будут оценивать профессиональные эксперты всероссийского уровня. Лучшие проекты получат поддержку в виде грантов. Общий фонд составляет 11 миллионов рублей. Пообщаться с молодежью при Волже на Иволгу-2015 приедут известные политологи, государственные и общественные деятели, бизнесмены, журналисты. За три дня в Чувашии зарегистрированы три происшествия на воде. К счастью, обошлось без жертв. 12 июня в районе пляжа Буревестник при катании на виндсерфинге житель Чебоксара не справился с сильным ветром. Его вынесло на фарватер. К счастью, спасатели подоспели вовремя. 13 июня в службу спасения обратились очевидцы происшествия на Афанасьевском пляже Чебоксар. Горожане сообщили, что мужчина, находящийся в лодке, не подает признаков жизни. Сотрудники центра ГИМС в считанные минуты доставили 61-летнего мужчину к медикам. Он потерял сознание из-за повышенного давления. Помогли спасатели и любительницы марафонского плавания. Жительница нового Уренгоя, отдыхавшая в компании друзей, решила, что сможет переплыть в Волгу. Женщина не рассчитала своей силой и начала тонуть. Прибывшие спасатели вытащили купальщицу из воды и оказали доврачебную помощь. С начала летнего сезона в республике произошло 13 происшествий. 9 человек погибли, 4 спасены. МЧС по Чувашии обращаются ко всем быть осторожными во время отдыха на воде. Главный тренер сборной страны по легкой атлетике Юрий Барзаковский дал высокую оценку Чувашии, принимающей такие крупные соревнования, как командный чемпионат Европы по легкой атлетике. Стадион в идеальном состоянии, полностью готов к проведению чемпионата. Огромное спасибо за столь теплый прием в данный момент на тренировочных мероприятиях. Несмотря на такую загруженность и в плане подготовки к чемпионату, командующих 5 Европы, при этом министр не забывает о том, что вы проводите остальные соревнования. То есть здесь проходило и многоборье, вот сейчас ходьба, работа ведется колоссальная. Кроме спортсменов, командному чемпионату Европы готовятся и те, кто примет участие в церемонии открытия соревнований. Все от сценария до мельчайших подробностей продумано. Костюмы для девушек, которые будут представлять команды-участницы, выполнены в цветах логотипа командного чемпионата Европы. В Чебоксарах же изготовляются флаги и баннеры спортивного форума. Работа идет полным ходом, осталось очень мало времени. И, как говорят, идет за счет уже 3-2-1-0 пуск. Заканчиваются уже мелкие детали. Это пошив платьев для девушек-стран-участниц, которые будут представлять кокошников, штандартов. Есть некоторые детали, которые мы пока не раскрываем. Они будут раскрыты в момент церемонии открытия. Есть такие какие-то штучки, которые мы изготавливаем, но вам их сейчас не покажем, чтобы не раскрывать всю тайну. А так мы все это дело продолжаем. Продолжаем уже достаточно в ускоренном темпе, потому что времени действительно осталось мало. Уже на выходе и сувенирная продукция. Ее уже можно приобрести в торговых палатках, расположенных на центральных улицах города. В Чебоксарах прошел чемпионат России по спортивной ходьбе. Лучшие отправятся на чемпионат мира. В число скороходов, которые будут отстаивать честь страны, вошли и воспитанники спортивных школ Чувашии. Подробнее в следующем сюжете. Это уже вторые старты, которые проходят на обновленном стадионе Олимпийский. В этот раз главный тренер легкоатлетической сборной страны Юрий Барзаковский приехал сам, чтобы убедиться в готовности Чебоксар принять командный чемпионат Европы. Для нас ходьба – это один из приоритетных видов легкой атлетики. Безусловно, это был основной отбор на все официальные старты, которые пройдут в этом году. Это юношеский чемпионат мира в Калии, соответственно, чемпионат Европы по молодежи и по юниорам – это Швеция и Таллинн. Ближайшие крупные старты ожидаются в Пекине с 22 по 30 августа. Именно на эти соревнования по итогам чемпионата России была сформирована сборная страны, в состав которой вошел уроженец Маргаушского района, мастер спорта России международного класса, марафонец Александр Ергунькин. Дистанцию в 50 километров он преодолел за 3 часа 45 минут и 41 секунду, что позволило ему стать лучшим в своей возрастной категории. Тренируюсь уже давно, параллельно Москвой. Очень рад, конечно, видишь, уже второй год подряд я выигрываю 50 километров. Раньше тренировался, ходил 20 километров, сейчас как бы уже позаросли и стал 50 начал тренироваться ходить. Но из скроходов Чувашии в Пекине выступит не один Александр. Завоевать путевку на чемпионат мира удалось и Вере Соколовой. В упорной борьбе она все же сумела первой пересечь финишную черту, преодолев 20 километров. Возможно, спортсменке эмоционально помогло и то, что на церемонии открытия Вера получила удостоверение и знак заслуженного мастера спорта России по легкой атлетике. Волновалась, но думала, не дай бог сегодня, не оправдаю надежды. Но ничего, все, справилась с задачей, путевка моя. Едем в Пекин. Теперь все мы живем в ожидании командного чемпионата Европы. На соревнования приезжают самые именитые и заслуженные легкоатлеты. Осталось чуть-чуть. Самое главное теперь, чтобы мы поддержали, прежде всего, любители спорта города Чебоксар, Чебоксарской республики, поддержали нашу команду. Потому что полный стадион – это процентов 20, наверное, как минимум, залог успеха команды. И спортсмены по-другому себя ощущают. Когда он выступает при полном стадионе, совсем другое эмоциональное состояние, оно влияет на конечный результат. Часть спортсменов российской сборной уже начала тренироваться на Чебоксарских стадионах. Ведь уже в эти выходные им предстоит продемонстрировать весь свой спортивный потенциал. Екатерина Абрамова, Евгения Егорова, Олег Якимов, Андрей Спиридонов, Республика. Пока это все новости. Подробная картина дня в вечернем выпуске программы «Республика». Я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин